Есть некоторые люди, говорят, мне спирт не важен, мне нравится в вине букет. Букет. Запах. Понюхал. Все. У нас профессор Загоруйко, он поднял этот вопрос и посмотрел, а что такое букет вина. И оказывается, алкоголь это самый низший спирт, С2H5OH, который есть, вот дурит голову. Оказывается, там еще огромная куча наркотических веществ, их очень мало, но они как раз и создают вот этот букет, понимаете? И вот эти люди, которые говорят, мне спирт не нужен, мне нужен букет, они как раз наркоманы по вот тем самым высшим добавкам, которые там в этом глинтвейне есть и которые, по-видимому, не испаряются при кипячении. Ну, то, что там алкоголя нет, ну, слава богу, хоть там алкоголя нет. Но все равно для людей это что? Это алкоголь. Варят, да? Все равно алкоголь тут присутствует. Ну, возьми сок, смотри. То есть, в общем-то, что это? То есть, все-таки для вегетативных людей нельзя? Нельзя, конечно. Да нельзя, но это, понимаете, это я еще раз говорю, ну, что знаете? Этот глинтвейн, ему сто лет всего, как, наверное, придумали его. А до этого что, люди, как жили без этого глинтвейна? Глинтвейна с какой вегет сосудистой системой? Скажите, пожалуйста, вот о морякам, военным нашим, вы в курсе, наверное, да, на подводных лодках, также прописывают и дают определенные... Тоже очень хороший вопрос, вопросы очень хорошие. Значит, дают ли алкоголь вот морякам, подводникам и так далее. Когда мы в 52-м году взорвали водородную бомбу раньше, чем американцы, американцы зачесали репу, надо что-то делать. Советский Союз обгоняет, видно, что обгоняет в этом важнейшем, в ядерном вооружении. И они запустили хитрую дезу по научным журналам, что якобы алкоголь, вино выводят из организма тяжелые металлы, вот эти стронцы там и прочее, и прочее. И что надо, и они что дают своим этим самым, вино, пиво, чтобы они, так сказать, не подохли. Наши пьяницы уцепились за это. Тоже уцепились, тоже какие-то исследования сделали. Пятая колонна, она работала всегда. Она, значит, тоже провела и приняла решение, что надо давать на подводных лодках вино, и надо давать на атомных станциях операторам тоже вино, чтобы они, так сказать, у них все выходило, все хорошо. Более того, когда рванул Чернобыль, начали давать водку чернобыльцу, чтобы они ходили в эту зону, и, как говорится, якобы тоже это дело все способствует. У нас из Новосибирска поехало крупнейшее строительное управление, СИП Академстрой, строило саркофаг над Чернобылем, строили наши новосибирцы. Ну, это военная организация строительная, строили этот саркофаг. И было 11 тысяч чернобыльцев, 11 тысяч человек участвовало в работе. Всем выдали льготы, всем выдали удостоверения, и все были счастливы, вернулись назад, все. Это был 86-й год. В 96-м году хватились в Новосибирске уже не 11 тысяч чернобыльцев, а около 50 тысяч чернобыльцев, откуда-то взялось. Ну, жулики, естественно, получают, вот это все, рубаху рвут. Они решили всех перерегистрировать. Перерегистрировали и выяснили, что из 11 тысяч 900 человек за год, за 10 лет умерло. Из тех 11 реальных умерло. Начали выяснять и выяснили, ни один не умер от лучевой болезни. Все умерли от пьянки и последствий пьянки. Понимаете? В чем тут дело? Когда человек находится в радиоактивной зоне, у него начинает звенеть весь организм. Отравлен радиацией весь организм. Когда он выходит оттуда, в течение двух-трех суток все эти элементы радиоактивные у него стекаются в лимфатические узлы, в подмышки и в паху. И там накапливаются. И когда спустя 3-4 дня его начинает прибором звенеть, у него звенит подмышками и звенит в паху. Ну, то есть, собрались там эти элементы. Если этому человеку дать стакан водки, то алкоголь разгоняет эти элементы опять по всему организму. Подмышки и пах звенит намного меньше, но зато звенит уже голова, сердце, половой орган и все такое прочее. Помогает алкоголь, помогает все. Но спустя 3 дня после этого они опять там же собираются. Но при этом произошло отравление жизненно важных органов. Там-то и лимфатический узел, а здесь-то и мозг, и все такое прочее. То есть, никаких тяжелых элементов алкоголь не выводит. Это все деза. Более того, он усугубляет, усугубляет течение любого облучения, любой этой лучевой болезни. Это все показано, все доказано. Но люди-то пьющие, им-то, так сказать, внушили, ну, так и давай пей, что же, так сказать, раз уж лечишься ты от радиации. Давай лечись, чем больше, тем лучше. Вот вам такая вот вещь. Поэтому это все, это все диверсия. Это диверсия. Вот у меня друг мой, профессор Глушенко, служил на подводной лодке. Да, офицеры-алкоголики. Алкоголики, атомные ракеты в этом самом, они алкоголики, они сидят, пьют, пьют, пьют. Так что это очень опасно, очень опасно. Я на днях узнала, что в шоколад добавляют также этиловый спирт. Для меня это было шоком. Что вы скажете? Нет, ну там, если его варят, тоже алкоголь уходит. Я еще раз говорю, что, в общем, ну, что-то, какие-то соединения там. Сейчас говорят, какую-то сухую водку сделали. То есть это похоже тоже, какое-то, да, вот какое-то соединение такое. Кто химик есть, вот, то есть алкоголь, он в виде порошка. То есть связывается с чем-то в виде порошка. А потом берут в стакан, размешивают. Я помню, был в свое время анекдот. Как сухое? Нет, сухой спирт, это другое. Это поджигали, это другое. А это вот сейчас именно алкоголь начали, сумели его в порошок превратить, а потом растворяешь, он становится там этой самой водкой. Я помню, когда был молодой, говорили, о, изобрели растворимое пиво. Пиво растворимое. Берешь пакет в стакан, размешиваешь, получается пиво, а в осадочек кусок воблы выпадает. Такую вроде, такую тюльку всем рассказывали. Но сейчас в виде порошка алкоголь придумали и тоже его пытаются на наш рынок тоже внедрить.